Приветствую вас, друзья! Как можно оценить работу врача-нарколога? Основным показателем положительной деятельности врача-нарколога является показатель стойкой ремиссии. Полная или стойкая ремиссия – это когда пациент, прекративший употреблять спиртные напитки, не имеет проявления заболевания зависимостью. В данном вопросе можно полагаться на сухие цифры государственной статистики, однако я хочу предложить вам исследовать эту проблему немножко с другой точки зрения, с экономической выкладки. Не будем брать заоблачные цифры, хотя вы можете посмотреть интервью с нашими пациентами, которые не употребляют спиртные напитки и находятся в полной ремиссии многие десятилетия. Возьмем, к примеру, одного пациента, который прошел противоалкогольное лечение, воздерживается от спиртных напитков, не употребляя их, хотя бы в течение одного года. Мы не будем выделять какой-то конкретный метод или способ лечения алкогольной зависимости конкретного врача-нарколога. Данные, которые я хочу вам привести, основываются исключительно на результатах работы клиники Глория, как негосударственного лечебного учреждения. Так вот, люди, которые прекратили употреблять спиртные напитки, поменяли круг своего общения, не утратили связь с обществом, продолжают трудиться и материально обеспечивают свои семьи. Для сравнения приведу бесплатные пакеты оказания медицинской помощи, гарантированные СЗУ и Министерством здравоохранения. Естественно, речь идет не о бесплатных пакетах, а о тех суммах, которые выделяет государство на бесплатное, вроде бы, оказание медицинской помощи население. Но для этого нужно иметь подписанную электронную декларацию со своим семейным врачом, который даст вам направление для лечения на втором уровне оказания медицинской помощи. Оплата СЗУ стоимости пакетов лечебным учреждениям производится по сложнейшим формулам, которые вы можете посмотреть здесь. Ну и как мы видим, лечение означенной патологии не предусмотрено этими пакетами. Речь здесь идет о лечении сопутствующей патологией в случае обострения основной болезни. Ну, например, Национальная служба здоровья дала пояснение о стоимости лечения коронавируса в наших больницах, которая обходится лечебному учреждению в 20 тысяч гривен, а иногда доходит до 40. Но я, наверное, вас не удивлю, если скажу, что платить пациентам приходится за лечение самим. Теперь давайте вернемся к нашей проблеме. Берем среднюю стоимость лечения алкогольной зависимости, которая на сегодняшний день равняется 5 тысячам гривен, которые заработал пациент и заплатил с этого налоги на заработную плату. Если вы помните, мы раньше говорили об одном годе трезвости у человека, который прекратил употребление спиртных напитков. Так вот, если 5 тысяч гривен разделить на 365 дней в году, получается ровно 14 гривен в один день. То есть день трезвости семье, заплатившей за лечение, обходится в 14 гривен. И должен вам сказать, что государство на это лечебное мероприятие не потратило ни копейки и вообще не задействовано в нем. Семья, заработавшая деньги, уплатила 18% налога на заработную плату и 1,5% военного сбора, то есть 19,5%. Это в сумме получается 750 гривен. А клиника, получившая 5 тысяч гривен, заплатит налогами еще около 2600 гривен. То есть в общей сложности государство, совершенно не участвуя в этом процессе, получит с этого лечебного мероприятия 3350 гривен живыми деньгами. То есть государство с одной пятитысячной суммы, внесенной на лечение семьей, облагает налогом дважды эти 5 тысяч. 5 тысяч, с которых заплачены налоги на заработную плату и военный сбор, и те суммы, которые заплатят налогами предприятие, которое проводит лечение данному пациенту. Ну и когда пациенты указывают на то, что дороговато лечение, я должен сказать, что непьющий человек в течение года при минимальной заработной плате заработает 72 тысячи гривен, с которых уплатит налоги. 5 тысяч и 72 – большая разница. Но дело даже не в этом. Один человек, который прекратил употребление спиртных напитков, ведет трезвый образ жизни и работает, он приносит огромную пользу своему государству. По данным государственной статистики, валовый продукт на одного работающего человека составляет 3726,93 доллара. Умножаем на курс доллара 27,5 и получается почти 102 500 гривен. А при всех уплаченных налогах эта сумма равняется 106 тысячам гривен. Экономический эффект налицо. Но почему-то никто не исследует эти позиции и не акцентирует на этом внимание. Таким образом, государство должно быть очень заинтересовано в том, чтобы негосударственные лечебные структуры могли способствовать дальнейшему экономическому процветанию нашей независимой Украины. Подписывайтесь на наш канал. Вы можете здесь узнать более подробную информацию о зависимостях и путях решения этой проблемы. Наркологическая клиника Глория. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...